Так громко зазывать пассажиров городского общественного транспорта в автобус городским главой было рекомендовано запретить неделю назад. Но то ли кондукторы не расслышали требования Габидулы Абдрахимова, то ли пока не все перестроились. И это несмотря на то, что Аким Шимкента назвал настоящим позором состояние городского общественного транспорта. С мнением Акима по поводу громкоголосых кондукторов согласны далеко не все жители и гости Шимкента. Некоторые граждане уверяют, что кричащие кондукторы это очень удобно. Другие шимкенцы негодуют. Мол, крик на остановках стал нормой. Я живу не в городе, но часто приезжаю сюда и передвигаюсь на автобусах. На мой взгляд, это удобно для приезжих. Ну это не культурно. А так людям удобно. Вот в Караганде была, там объявляет. Это остановки шофер. Я считаю, что это не культурно. Пусть не кричат, стыдно очень. Как уверяют представители транспортного отдела, они готовы дать транспортникам еще немного времени в случае нарушения установленных правил. В том числе, выкрикивание маршрутов на остановках, рабочих мест могут лишиться как кондукторы, так и водители. Мы провели разъяснительную работу среди руководителей транспортных компаний. Правда, сегодня лишь ТО «Гринбас Компани» приступило к разъяснительным работам среди водителей и кондукторов. Остальные компании пока только планируют заняться перевоспитанием. Кроме окружающих кондукторов, Аким города поручил оптимизировать маршруты. Также Абдрахимов сообщил о необходимости обеспечить бесперебойным движением автобусов по установленному графику. Глава города предложил заключить долгосрочные контракты с автопарками сроком до 10 лет, при условии, что они на 100% обновят автобусы на действующих маршрутах в течение 120 дней. Бахром Авдулаев, Эльдар Жунусканов, Юргол Махашев, информационная служба телекомпании «Отрар».